Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен по заказу интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о недавнем своем приобретении. Это эхолот от компании Humminbird. Моделька называется Piranha Max 4DI. Данный эхолот совмещает в себе функцию эхолокации и лучей нижнего сканирования, что довольно-таки на мой взгляд, неплохо. Приобретал я эхолот не для поиска рыбы, а изучения донного рельефа на водоемах. Поставляется сам эхолот в такой вот упаковке, коробочке, можно так сказать. Характеристики данного эхолота диагональ экрана у него дисплея 4,3 дюйма, разрешение 480 на 272. Датчик сонар эхолокации соответственно имеет две частоты режима работы. Это 200 кГц с углом луча 28 градусов и 455 кГц и угол луча 16 градусов. Лучи нижнего сканирования, так называемый down imaging, работает на частоте 455 кГц, имеет плоский луч 275 градусов. Данный эхолот, скажем так, номинальное потребление его 300 ватт и максимальное 2400. Ну, в принципе, размеры я описывать не буду, особо смысла в этом не вижу. В принципе, можете посмотреть в интернете характеристики, на сайте интернет-магазина на F-магазин выглядит эхолот таким вот образом. Ну, и начнём по порядку с комплектацией. Поставляется с такими вот, скажем так, с такой документацией вон. Здесь схема установки, ну, и прочее руководство пользователя. Также есть на русском языке руководство пользователя такой вот книжечки. Далее у нас идёт крепление для самого датчика к трансу непосредственно. Сам датчик. Далее у нас идёт крепление самого эхолота поворотное и болт для регулировки угла наклона самого эхолота. Также идёт кабель питания. На данный момент у меня сейчас подключен эхолот. Выглядит с обратной стороны всё таким вот образом. То есть имеются разъёмы для подключения самого датчика, соответственно, ну, и так далее. При первом включении у меня был язык настроен английский. Соответственно, это всё можно поменять в меню. Сейчас настроим, чтобы получше было видно. Так, вот так нажимаем меню и начинаем листать. Сетап это у нас, соответственно, настройка, оповещение, находим лэнгвич, ну и, соответственно, ищем русский язык. Нажимаем ОК и у нас язык уже получается русский. Ну и начнём, в принципе, по порядку. Сейчас он работает в режиме как бы демонстрации. Ну, пробежимся по-быстрому по настройкам. Имеется настройка нижнего сканирования. Также блокировка звука. Звук мы можем отключать. Далее сигнал батареи. Сигнал глубины, то есть задаем определенную глубину, и когда у нас глубина, допустим, становится маленькой, эхолот у нас начинает сигнализировать звуковым сигналом. Ну, здесь всё понятно. свет. Это у нас возможность регулировки подсветки. Чем у нас меньше, скажем так, подсветочка, тем больше мы экономим наш аккумулятор. В принципе, я сейчас подсветку убавлю, так как на камере будет лучше. Я думаю, так видно. Далее идёт скорость прокрутки карты. На данный момент она максимальная, то есть скорость прокрутки карты выбираем в зависимости от скорости движения лодки. Чем лодка движется быстрее, тем скорость должна быть у нас выше. Масштабирование также есть определенных участков. Здесь можно автоматически и, соответственно, размер 2,4 метра и так далее. В принципе, чувствительность эхолота. Чем выше чувствительность, тем больше шумов, но, скажем так, при большой чувствительности мы можем увидеть больше, скажем так, деталей, элементов, но также, опять же, шумность при этом у нас заметно повышается. Особенно, если есть какая-то взвесь воды, то это будет при большой максимальной чувствительности всё будет у нас видно. Дальше, диапазон глубин. Здесь диапазон есть автоматический, но я советую выбирать, если вы рыбаете на глубине максимум до 10 метров, то выбрать глубину, допустим, 10 метров. Если до 5, то 5 метров. Ну и так далее. Далее у нас идёт вид. Можем переключаться между нижним сканированием и гидролокатором. Данная цифра у нас обозначает глубину до дна. Также есть датчик температуры воды, соответственно. Есть так называемый фиш ID, то есть рыбки изображаются в виде символов рыбы. Ну и я советую эти символы отключать, так как зачастую воздушные пузыри, например, в водорослях, в густых, они могут отображаться как рыбка. Рыбы, как правило, с отключенной этой функцией отображения отлично видно в виде дуги. Скорость сейчас чуть-чуть увеличим, чтобы у нас карта немножко побыстрее прокручивалась. То есть видно, это так называемый коряг, а также по, скажем так, оттенку можно видеть плотность дна. Чем темнее, соответственно, тем грунт у нас жестче, плотнее. Ил будет совсем светлым. Ну, это обычная эхолокация, соответственно. Давный менеджинг. Нижнее сканирование выглядит таким вот образом. так, здесь у нас масштабирование лучше отключить. в чем преимущество данного эхолота в отличие, допустим, от эхолота классического именно при просмотре структуры дна. Как правило, классические эхолоты, они идут с лучами. Лучи у нее более узкие, чем 80 МГц, соответственно, и 200 МГц, соответственно, чем меньше у нас как бы килогерц, точнее, извините, я изначально сказал мегагерц, чем меньше килогерц у нас, тем луч у нас шире. То есть, при 80 килогерцах луч у нас имеет большой конус и охватывает большую площадь дна. Соответственно, чем больше охватываются площади, тем больше мы можем увидеть рыбу. Это хорошо при поиске стайных рыб, беле, например. В моем случае я приобретал эхолот для, опять же, повторюсь, большего изучения дна, и для изучения донного рельефа как раз-таки подходят эхолоты с большей частотой. Соответственно, здесь эхолокация имеет 200 и 455 килогерц. Также, опять же, дополнительно здесь еще установлен датчик нижнего сканирования. Луч он имеет плоский, рыбу видит не совсем хорошо, скажем так, но донный рельеф он описывает, скажем так, прорисовывает более детально. Вот на данном примере можно как раз-таки увидеть это имитация луча нижнего сканирования как раз-таки. Вот видно ветки, всевозможные, скажем так, коряжки. также от веток видно падает тень. Советую при приобретении эхолота покататься, скажем так, где-то желательно на знакомых участках водоема, где вы знаете какой рельеф, либо знаете где лежат коряжки, и посмотреть как эхолот будет это все отрисовывать, чтобы примерно иметь представление и ориентироваться по эхолоту. То есть, когда мы проходим над препятствием, у нас картинка сразу же не показывает. Немножко мы отходим от препятствий и на картинке как раз-таки оно начинает появляться, будь то коряга, либо что-то. Так как, как правило, датчик эхолота устанавливается сзади лодки, то как только попадает какой-то предмет в луч, например, и начинает прорисовываться это все у нас на экране. То есть, соответственно, лодка у нас как правило проходит над этим местом и только потом у нас появляется отображение. То есть, вот таким вот образом это все рисуется. Конечно, нужно все изучать более подробно. Эхолот эта штука, скажем так, любит определенные тренировки, навыка, изучение, пользование. Но когда, допустим, вы с этим разберетесь, то вещь очень полезная, опять же, не для поиска, например, рыбы, а именно для изучения донного рельефа. То есть, ищем бровки, какие-то выступы, пупки, коряжник, соответственно, кусты травы и начинаем более, скажем так, тщательно облавливать эти места. Ну, на мой взгляд, эта штука довольно-таки полезная. На данный момент, скажем так, есть более дорогие, более эффективные эхолоты с лучами бокового сканирования, которые, допустим, эти лучи бьют по бокам, и у нас на экране эхолота уже вид как бы сверху получается. Этот же эхолот более бюджетный, более простой, ну и, соответственно, цена в разы у него меньше, чем у дорогих эхолотов с лучами бокового сканирования. Ну, я считаю, как довольно недорогой вариант, данный эхолот очень-очень достойный. Всем могу порекомендовать, данный эхолот вы можете приобрести на сайте интернет-магазина F-Magazine, пройдя по ссылке в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, до свидания.